Одесса. 25 августа 2023 года. Ночь с 24 на 25 августа. В Одессе проходит беспокойно. И вот по какой причине. Вчера, 24 августа, в Одессе несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги, но он был связан с тем, что в России с аэродрома взлетали МиГи 31 ИК, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Пусков не было, были просто учебные полеты. 24 августа, 23 часа 20 минут. В Одессе снова звучит сигнал воздушной тревоги. На этот раз нам сообщают, что фиксируется пуск ракет со стороны Крыма, летят в сторону Одессы. Сначала, правда, приходит информация, что-то летит со стороны Крыма в сторону Одессы. Пока непонятно что. Но через пару минут приходит это сообщение, что это ракета, судя по скорости. Отдаленно слышится канонада. Отдаленно слышны гулкие, но достаточно мощные взрывы. Нам сообщают, что ракеты сбили над морем. И через 20 минут приходит сообщение, отбой воздушной тревоги. 3 часа 50 минут 25 августа. Поступает информация, фиксируются пуски ракет в сторону Одессы. Все в укрытии. Тут же звучит сигнал воздушной тревоги. Приходит новое сообщение. Две ракеты запущены со стороны Крыма, летят в сторону Южная Одесса-Коблева. Будьте в укрытии. Через несколько минут отдаленно слышны очень громкие, но гулкие такие взрывы. И начинается включаться в работу ПВО. Слышна такая очень густая канонада работы ПВО. Слышны взрывы. Потом все затихает. Минут через 5-7 поступает сообщение. В небе чисто идет доразведка воздушного пространства. Возможно, скоро дадут отбой воздушной тревоги. 4 часа 15 минут утра 25 августа. Поступают уведомления отбой воздушной тревоги. Вместе с этим приходит инфа. В разных регионах России слышна канонада работы ПВО. Опять слышны взрывы в районе военных аэродромов, на которых базируется Ту-22М3. Еще вчера поступило сообщение, что у Российской Федерации сейчас 31 дальний бомбардировщик Ту-22М3. Два бомбардировщика удалось полностью уничтожить с помощью дронов Камикадзе. И два серьезно повредить. Они, скорее всего, восстановлению не подлежат. Так что у России осталось 27 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Почему идет охота именно за этими бомбардировщиками? Дело в том, что СНИК запускают ракеты Ха-22. Эта ракета была создана специально для уничтожения авианесущих групп. Грубо говоря, авианосцев. Ракета была разработана под ядерную баголовку. Боевая часть сейчас у нее весит около тонны. Ракета косая, потому что отклонение от цели разрешается до 500 метров. И поэтому у нас эти ракеты часто попадают в жилые многоэтажки, что приводит к колоссальным разрушениям и к огромному числу жертв среди мирного населения. Вот такие вот новости у нас в Одессе и Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба. Всего самого наилучшего. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok